Отменяется Институт надзорного производства судебной деятельности. В страховую внедряется новшество. Будет оказана поддержка неплатежеспособным предприятиям и субъектам предпринимательства. Эти вопросы обсуждены в ходе очередного заседания законодательной палаты Улимажлиса. За полемикой парламентариев, развернувшихся вокруг соответствующих законопроектов, следили и наши камеры. Во втором чтении был представлен пакет законопроектов, направленных на расширение доступа граждан к правосудию, укрепление к нему доверия, а также имплементацию международных норм, национальное законодательство. Документы разработаны в целях реализации соответствующих указов главы государства. В перспективе поправки претерпят кодексы об административной ответственности и об административном судопроизводстве, а также уголовно-процессуальные, экономические, процессуальные и гражданские процессуальные кодексы. С 1 января 2021 года предусмотрено образование судов общей юрисдикции Республики Каракулпакстан, областей города Ташкента. На базе областных и приравненных к ним судов по гражданским, уголовным делам и экономических. С сохранением строгой специализации судей и созданием отдельных судебных коллегий по видам судопроизводства. В числе других новелл. Отмена института надзорного производства, а также исключение участия прокурора по его собственной инициативе в рассмотрении в судах гражданских и экономических дел, возбужденных по инициативе других лиц, кроме случаев предусмотренных законом. После постатейного обсуждения законопроект был принят. Первое чтение прошел проект закона страховой деятельности. В сферу последовательно внедряются международные стандарты. Представленный документ направлен на защиту прав и законных интересов потребителей страховых услуг. Важно, что в нем точно определены права и обязанности профессиональных участников страхового рынка. В фокусе внимания депутатов находились и вопросы поддержки экономически неплатежеспособных предприятий и субъектов предпринимательства. Как показывает практика, действующее законодательство, а также процедуры по выводу и тех, и других из финансового кризиса, восстановление и оздоровление их деятельности недостаточно эффективны. На решение проблем в сфере направлен законопроект о неплатежеспособности, представленный в первом чтении. Он разработан на основе закона о банкротстве. Если в существующем законе основное внимание уделено на банкротство, а в новом неплатежеспособности основное внимание уделено на выздоровление, на санацию предприятий и субъектов предпринимательства. Чтобы наши предприниматели, наши субъекты предпринимательства смогли получить помощь от государства или получить кредиты финансовых институтов или банков, они должны думать не о банкротстве, не о ликвидации своих предприятий, они должны думать о санации и оздоровлении своих предприятий. Вводятся новые нормы, которые указывают, когда физическое лицо станет неплатежеспособным. После обсуждения депутаты концептуально одобрили данный проект закона, подчеркнув, что он послужит повышению рейтинга республики в годовом отчете Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, везение бизнеса, а также привлечению иностранных инвесторов.